Думская площадь. С добрым утром! Сегодня состоится первая международная конференция ядерная энергия в Латвии. Обсудим, с какими тезисами туда идут выступающие с исполнительным директором Ассоциации электроэнергетики и энергостроителей Латвии Гуннерсом Волдманысом. Доброе утро! Доброе утро! От первого лица Недавно появилось высказывание заметного политика о том, что стоит, было бы неплохо, если бы Латвия и Эстония вместе построили атомную электростанцию. Какие риски и преимущества в данном случае вы видите в данном проекте, если бы он был реализован? Да. Ну, самый главный риск я вижу в том, что все-таки все международные проекты требуют больше такого очень четкого согласования, и там, конечно, имеют уже место больше разных политических и также экономических и таких возможных препятствий. Все-таки, конечно, совместные проекты это означает дополнительные возможности, потому что есть возможность, некоторые ресурсы, которые являются очень такими важными, скажем, программа по подготовлению, скажем, специалистов, да. Это, конечно, дешевле сделать двумя странами вместе, но, конечно, есть дополнительные риски, потому что, конечно, все должны пройти все процедуры, можно сказать, два раза. Это усложняет процесс. Мы по Rail Baltic видим, что между Эстонией и Латвией есть некоторые, да, так сказать, несколько салайтов. Я думаю, что больше между, например, Литвой и Эстонией и Латвией, да, но это очень хорошая, да, иллюстрация, как вы уже говорите, что это очень хорошая иллюстрация. Как такой технического, технической нужды делать это двумя или тремя странам такой в принципе нету, потому что как проект он, да, он сравнительно большой, но он не такой, которого не могла бы самостоятельно. Потянуть одна страна, в частности, Латвия, да, но сколько мог бы стоить такой проект? Есть какие-то примерные? Ну, такие очень примерные, примерные отметки отводят примерно от 3 миллионов на 1 мегаватт установленной мощности, что получится, ну... 3 миллиона? Да, на 1 мегаватт. На 1 мегаватт, а 1... Ну, то есть, если посмотреть на проект Финляндии, это стоило примерно 9 миллиардов евро, это один энергоблок, но он очень большой энергоблок, и этот проект очень, скажем, из-за замедлений, из-за разных неулаженных шеек, конечно, он очень подорожал в этом процессе развития. Но это ориентировочная такая, пессимистичная оценка, что 10 миллиардов на такой очень большой... А сколько бы он производил энергии? Может быть, хватило бы действительно, так сказать, на все 3-4, а может быть, и более стран? Может быть, на весь, там, регион Балтии, а может быть, и все из Казахстана? Этой энергии обязательно не хватило бы. Этот один реактор в Финляндии мог бы примерно обеспечить всю Литву, или, скажем, ну, Латвию, и примерно 70-50% Эстонии. Это все-таки довольно большой объем, и если, конечно, еще упоминать, что есть у нас все-таки дополнительные источники энергии, это было бы довольно, скажем так, все-таки, ну, целесообразно. Но самое главное, то не то, что самая оценка, то есть самая себестоимость постройки, но самый главный вопрос в том, насколько будет стоить эта энергия уже в цикле этого всего работы. И если посмотреть на теперешний рынок, как он сейчас, на электроэнергию, цену электроэнергии, как она сейчас, примерно 100 евро, тогда это обязательно уже рентабельно, строить любые атомные мощности, и они будут окупаться для всех стран. Но цена, какой мы видим ее сейчас, это, конечно, у нас, ну, мы видим такую с прошлого года, со второй прошлого года. Но нам, чтобы этот проект мог бы успешно, да, происходить, нужна определенная гарантия, что цена, которая не будет убиточной, все-таки будет устойчиво продолжаться, скажем, 40 лет. Вот в том и заключается самый этот трудный вопрос. Можем ли мы прогнозировать на 40 лет? Очевидно, довольно сложно прогнозировать какие-то вещи в нашем быстром меняющемся мире. Можно ли это отнести к энергетике? Можем ли мы быть уверены, что даже если такая атомная электростанция была бы построена в Латвии, то мы были бы уверены, сколько мы платим в 2030 году, столько же мы заплатим и в 2045. Мой прогноз такой, что все-таки в долгосрочное эта цена более-менее будет сопоставима из-за того, что не все вещи все-таки непредсказуемы. Мы можем очень четко и ясно уже уверенно прогнозировать, что человеческая работа действительно не станет дешевле, да, и особенно специалистов высокого уровня. Так что этот компонент мы уже можем включать как довольно такое, что позитивно в сторону развития. И другой вопрос – это стройматериалы и стоимость строительных работ. Она исторически все-таки показывает очень такое четкое движение наверх. Ну, когда мы говорим об атомном реакторе, то, конечно, возникает вопрос безопасности. Мы помним, что литовцы очень яростно выступали против строительства атомной электростанции в Беларуси, Островецкой, АЭС. И вопрос безопасности. Как мы можем быть уверены в том, что, так сказать, это не приведет к новой очередной катастрофе? Ну, самое главное – надо иметь в виду то, что технологии развиваются, и за последние, скажем, 15-20 лет и особенно после катастрофы в Фукушиме очень много было обращено внимание на то, чтобы атомные станции стали еще безопаснее. Если смотреть на реактор, который построили в Беларуси, он немножко, скажем, из поколения, которое было создано, немножко перед Фукушимской атомной электростанцией. Но, с другой стороны, надо иметь в виду, что вопрос безопасности, он всегда все-таки остается вопросом эмоционального восприятия. И для кого-то, может быть, некоторые, там, скажем, меры по безопасности окажутся очень, ну, вполне приемлемыми. Для другого человека они всегда могут остаться, скажем, неприемлемыми. Но самое главное, чтобы безопасность действительно была, сохранилась на высоком уровне – это два главных вопроса. Во-первых, работа станции должна быть всегда очень прозрачной. О всех мерах и всех, ну, всех мелких инцидентов должна быть всегда открытая вся информация. Все должно быть, как можно было понятно для всех заинтересованных сторон. И, с другой стороны, то, что нужно для безопасности – это образование общества. Это много достаточно информации о том, как работает, какие технологии применяются в станции. И это все, конечно, ну, очень помогает людям чувствовать себя спокойнее и понять, что именно, какие меры делаются. Я вас понял, да-да, прозрачность, так сказать, самого процесса работы атомной электростанции. А в чем ее преимущество перед, например, парком, ветровым парком производства электроэнергии, который сейчас строится в Балтийском море между Эстонией и Латвией? Ну, самое главное то, что производство очень прогнозируемое. Она полностью управляется диспетчером, то есть определяет мощность, на которой будет работать атомная станция. Мы можем запланировать за год вперед, можно быть, иногда даже с точностью на несколько процентов, каждый день уже определить, сколько она будет производить. Сколько нужно, столько и произойдет. Да, и это самая большая преимущество, сравняя с точниками из возобновляемых ресурсов, потому что их производство, ее можно прогнозировать, но не всегда можно, скажем так, очень как-то этому процессу помогать. И самый, конечно, хороший способ, как поставить энергию в рынок, это все-таки использовать несколько разных источников. То есть я бы хотел подчеркнуть, как очень важная вещь, то, что нельзя сопоставить ветровые энергии или другие источники с таким источником, как атомная станция, потому что они все-таки не конкуренты, но, скорее всего, дополняют. Потому что эта прогнозируемость и такая стойкость, это в некотором смысле даже не всегда преимущество, но и бывает, что это какой-то в смысле недостаток. А ветровая энергия в основном заполняет, скажем, дневный период, когда погода светлая, и когда ей потребляется много энергии. Так что у нас получается такая красивая иногда... Дополняющая такая... Да, да. Они должны дополнять, помогать друг другу и уменьшить. Ну вот хорошо. Сегодня будет конференция, которая называется «Едерная энергия в Латвии», напомним. А готовятся ли какие-либо в этой связи решения или уже есть какие-то проекты или наметки этих проектов? Нет, пока мы не можем говорить о таких очень четких решениях. Ну, кроме того, чего сейчас уже, например, в законах принимает политики, но о таким очень срочном решении насчет какого-то проекта мы еще не можем говорить, потому что у партнеров в Эстонии еще продолжаются некоторые подготовительные работы, чтобы они могли принять это свое решение. И, конечно, все компании все время очень тщательно следят за всему и готовы принять такое решение, если, конечно, будет явно видно, что есть это экономическое основание или механизм, который гарантирует экономическую устойчивость такого проекта. А какие сейчас политические решения в этой связи? Незадолго у нас было принято дополнение в законе энергетики, который обязали системного оператора обеспечить подключение к системе производителя из возобновляемых источников, а также из атомной электростанции. Это было в комиссии САИМа, и там обе из этих предложений получили поддержку. Спасибо вам большое за комментарии. Вместе с нами был исполнительный директор Ассоциации электроэнергетики и энергостроителей Гоннерс Валдманис. Напомню, что сегодня, 18 мая, состоится первая международная онлайн-конференция, которая называется «Ядерная энергия в Латвии». Донская площадь. С добрым утром!